МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вера Фокс, я преподаватель рок-экстремального вокала. И сегодня мы с вами будем разбирать группу Олф Спринг и непосредственно его вокалиста Декстра Холланда. Но, как вы знаете, зовут его по-настоящему Брайаном. И когда, сразу хочу с вами поделиться, я сейчас, готовясь к программе, нарывала всяческие факты, просвещалась по поводу его личности, в принципе, прослушала там песни и так далее. Я вам скажу так, поймала себя на мысли, насколько же мы люди любим навешивать ярлыки. Я помню, что лет так 20 назад, когда я слушала эту группу, было мне, наверное, лет 15 как раз, а, как известно, группа существует с 84-го года, она, собственно, моя ровесница, вот, группочка-то. Я совершенно была уверена, что это такие отвязные панки, секс-драгс, понимаешь, панк-рок и все дела. На самом же деле, как казалось, солист группы Декстер совершенно умнейший человек, с семи пядей во лбу. У него нет ни одной татуировки. Он не употребляет наркотиков, он является, по-моему, доктором наук по молекулярной биологии, умеет, не просто умеет, практикует, он пилот, он облетел мир за 10 дней, а еще у него так, ну, буквально хобби, есть компания, которая производит острый соус. И вот все вот эти качества с отвязным панк-героем у меня никак не увязались, потому что было ощущение, что... Что у нас такое панк? Вспомните Sex Pistols, да, это много пива, много наркоты, все дела. Нет, как оказалось, это очень умный такой панк-рок. И, конечно же, хочется действительно отдать дань тому, что эта музыка сделала юность и молодость очень многих, да, из нас с вами, потому что мы втыкали утром, идя в школу, наушники, и там играл Pretty Fly for a White Guy, все это помнят. Кто-то учился на сноуборде кататься, кто-то на скейтах, скейт-панк такой. Вот, и я сейчас так вам скажу, я с великим удовольствием разберу эту команду, потому что для меня это тоже часть моей жизни, моей музыкальной, так скажем, моего музыкального становления. Ну, меньше слов, больше дела. Поехали. Итак, первая песня, которую мы сегодня с вами разберем, будет называться Why Don't You Get A Job? Собственно, почему что-то ее никак не найдешь-то. Первая же строчка Декстер рассказывает нам все правильность подачи панк-группы панк-вокалиста. Все четко, все в одной и той же динамике. Практически, вот обратите внимание, что панки, они, вот у них звук, он не очень певучий, он скорее кричащий, ощущение, что они немножечко его всегда подфорсируют. Он будет всегда прямой, и динамика будет минимальна. То есть, представьте, что если бы это пел, я не знаю, какой-нибудь Мэйстю Бэйлами, да, то есть, очень много было бы нюансов. В панке, вот мы сейчас будем много разбирать, да, много слов, много строчек, и вы увидите, насколько выровнены эти ноты. Ага, очень открытые звуки. Вот эта буква Э открытая. Вообще, ощущение, что он скалится, у него немножко не улыбка, да, а такой, как вот раскалка, будто он зубы постоянно показывает. Немножечко у него небольшое расщепление, как немножко прикомпрессированный звук. He says, he says, oh, нет яркости. He says, man, I really gotta lose my check. И звуки, хоть и артикуляция достаточно расхлябанная, но группа-то у нас, как вы знаете, из Калифорнии, да, америкосовский у них такой акцент, но все очень четко, жестко и в нотах, без подъездов, все вот прям по-пионерски даже в каком-то смысле. И прям слышите, как он? Все жестко, четко, обратите сразу внимание. Ни одной вибратор. У меня как раз была такая гнусная мысль сделать одну программу с тремя панк-командами. Послушала я еще Блинков, вот, и сам Фоти Ванда, и у всех у них есть один и тот же почерк. Никакой вибрации. То есть четко, жестко, по делу, пэм-пэм-пэм. И нет там вам герой любовников, там есть отвязные мужики. Хотя они не пьют и не курят. Соус едят. Но при этом очень четко все в долю. То есть он всаживает, несмотря на то, что динамика не яркая, да, все в основном в одном и том же звуке, но он в каждую, да, в бочку постоянно акценты всаживает. Да, у него прям оскален, оскаленная такая мордочка. То есть если вы, обращайте внимание, кстати, всегда на форму звука, и не только как она формируется у нас внутри, так скажем, рта, но и как она формируется у нас губами. То есть вот его мимика, она вся немножечко оскаленная. Ну, кстати, если вы посмотрите фотографии, живые выступления, вы в этом радостно убедитесь. Но также, вот, например, да, вы это услышите на словах, да, непосредственно. И смотрите, он не очень вокален. Такое ощущение, что он вам рассказывает о полукрике по нотам, да. Да, дают уже акценты. Практически такое, господи, пацанская такая подача. Не вокально это. Если бы это было у нас в позиции, как нас учат петь, да, во всяческих роликах за 10 минут. То весь панк просто рыдал бы крокодильными. Слезами, хотя слюнями, хотя крокодильными слезами. Да, вся концепция была бы просто убита. И дальше обращаем еще одно внимание. Гласные буквы. Well, my friend, gotta say. Буква Э. Очень ярко у него. Прям спедалированное. Можно было бы спеть. But my friend, I'm friend. Вообще каждый вот это. Hey. Он открывает, делает ярким, подчеркивает его, что разгульный душ-то тоже так его, так скажем, делает более понятный окружающим. Есть у него что-то немножечко от Хэдфилда, если честно. I want pay. Yeah. Такое. I want pay. Буква и краткая, очень особенная, ему очень характерная. I want pay. I want pay. И небрежная подача. Несмотря на то, что идет четко в ноты. No way. Я сейчас вам, когда показываю, у меня ощущение, что я реально не пою, а ору. Да, то есть и достаточно высоко. Это у нас, в принципе, си-бемоль. Я думаю, что он у нас тенор. Вот. Но для него, мне кажется, это не самая высокая нота, бывает и выше. Но вот эта кричащая подача No way! Да, очень интересная. Немножечко щипет у нас сложненькими складочками и немножко дает у нас драйва. Why don't you get a job? Это делается у нас при помощи поджатия гортани снизу. Звук идет открыт сверху грудной. В принципе, очень, как бы, как правильно, предсказуемо. Потому что, если вы помните, если мы используем плотные грудные звуки, а именно плотные из плотного грудного звука, делается компрессия. И в зависимости от того, как вы поджали гортань, у вас либо добавится немножечко драйва, либо останется вот этот вот песочек компрессии, что мы здесь и видим. Все звуки очень светлые, белтинговые, опять-таки, да, белтинг, где у нас находится на твердом небе. Sail away! И вот оно все кричащие. Он постоянно, в лучшем смысле этого слова, орет! Первый, кстати, у нас такой исполнитель, ну и бы первый исполнитель из представителей панка. У нас кого только не было, да, и совсем там, и Корн, и Мьюз, и вот Белялиш, даже была. Вот. А это такой честный панк-рок, вперед идущий, кричащий. Кричащий! Тоже самое, значит, акценты, та же крикливая достаточная подача и педалируют буквы Э и А. Что там? I guess all his money was done enough. Может, возьму себе в репертуарчик? Я думаю, народу понравится. Очень чеканит. Вот у него все, да, все очень четкое. To keep her big collected as bay. То есть нету никакой каши во рту, на самом деле. Есть открытые, да, звуки, есть светлые. Но вот каши нет. Все очень понятно. И давайте, знаете, еще на что обратите внимание? На начало фраз. I guess, а! Очень любят всяческие подкаты, да, снизу брать звуки. А вот хвосты. Is it not? Закрывает. Enough! Можно скинуть, да, хвостик? Потому что, а как мне красиво? Enough! Куда-нибудь его убрать. Но у него все очень четко. Вот я бы сказала, как-то, знаете, вот прям... Вот да, у меня почему-то одно слово рвется. Пионерски. Прям вот так вот все. Пилотку только одеть. Это же пилотка называется, да? Taste! Иногда хвостики поскидывает. Но все равно она... Taste! Боже мой, как же все это открыто! Как же вперед! Очень мне нравится Pay Yeah! Вот это прям слизано с Хэтфилда. Pay Yeah! No way! Эй-эй-эй! Эй-эй-эй-эй! Подергивает звук, что дает нелега... Ах ты, легалость! Нелегованность! No way! Way! Эй-эй-эй-эй! Чуть-чуть его дыханием подталкивает. Опять-таки, что характерного подачи вперед получается такой... Да, не очень ровный звук. Очень хорошо рот открывает. Кстати, прям вот слышно это. You got a job! А он прям... А-а-а! Прям паченька. Валясь экраном. Say no way! Say no way! Yeah! No way! Да! Way! Все подталкивает. И обязательно... Наверное, ну, можно сказать, что и вся панк-музыка. Хотя, нет, не обязательно. Но в основном... Она в основном вся кричащая. Хорошо открытый рот, оскал и четкость. И вот как ни странно, не касаемся русского панка, да, вы же помните. Очень хорошее попадание в ноты. Прям идеальное. Отлично. Нота до. А-а-а! Здесь вот идет на открытый звук. Немножко поджимает. Немножко дает там драйва. Но вот именно забава, что он его не поет. Я сэраме! А-а-а! Он прямо у заразовет! Вот. Очень интересно. Первый раз я сталкиваюсь в разборе с такой подачей. Но это даже забавно. Чувствуешь себя таким... Без тормозов! О! Ну вот. Что будет с голосом, если так постоянно петь? Но вот у него все хорошо. Постоянно такая чуть-чуть форсированность. И смотрите, какая забава. Он еще и делает мелизматику небольшую. Ещё немножко и Сережа Лазарев практически. Но нет, остался декс. Вот. То же самое здесь. А-а-а! Там он тоже делает такое опевание. А-а-а! Дей! Вот. Ничто панком не чуждо, собственно. Ни острый чили соус, ни всяческая мелизматика. Вот такие штуки. Давайте посмотрим ещё кусочек какой-нибудь композиции. И мы видим с вами практически ту же самую картину. Хотя другую страну, почему мы должны были увидеть другую. Всё достаточно высоко. If you can only read my mind. Всё с подачи вперёд. Практически динамически всё одинаково. И ни одной вибратки. И, конечно же, очень чётко, точно по нотам. Да, обратите внимание, что ж такое-то. Вроде банки, да, а вроде такие лапушки. И тоже очень хорошо открывает рот. I can't lie. У него всё прям чётко выговорено. И буква, и краткая. Также он её педалирует. Очень интересно. Lie. Корнем языка чуть-чуть приподнимая, досуживая в процессе. И lie. Не точкой ставлю, да, а давай открытый звук. И потом только корнем языка его прикрываю. Здесь, честно, даже сказать уже ничего не могу. На прошлой песне всё вот, простите, одинаково. Может быть, поэтому я так много не слушала этой группы. Да, всё опять вперёд. You want spice, it's your nice. Всё вперёд. Нет вибраций, нет каких-то подъездов. Всё очень чётко и жёстко расставлено по долям, потому что музыка такая экспрессивная достаточно, высоко и кричащая. Ровные звуки. I want you bad. Are you tattoo? Tattoo. И вот, всё очень ровненькое, да, всё по планку, короче. Ну, что могу вам сказать на самом деле? Можем ещё кусочек посмотреть Pretty Fly for a White Guy, если хотите. Самое начало. Вот это самый прекрасный звук. Фальцетный, немножко скомпрессированный. То есть, это мне... Да, немножечко там даже скрипчика какого-то. Вот его разобрали. А-а-а-а-а. And all the girls say my Brady fly for a White Guy. Так же самая подача Это не вокал в том смысле, в котором мы понимаем Это такая прям декламация по нотам То есть все это вдалбливается достаточно форсированным звуком в одну и ту же нотку И вот это один интересный звук на C Он его еще подкомпрешивает Но он, конечно, тенор-тенор Удобный довольно звук Дальше идем Ага, вот интересно Верхние звуки светлые Все дает в твердое небо А когда идет вниз Приподнимает небо мягкое И звук становится более таким округлым Более неакадемичным даже, скажем Да, более таким массивным, что ли И получается достаточно интересный контраст Все остальное дает You don't pay Все вперед Немножечко компрессирует, что дает ему небольшое расщепление Также цепляет немножко хрячечки Такой еле зачатчик драйва там такой Периодически поднимает небо Такой, правда, может, метлы немножко переслушал Лучше в смысле Вот это самый лучший его прием Он постоянно его, на самом деле, использует и на концертах Да, вообще панковская такая штука Открытый звук, форсированный Да, и он Эй! Эй! Он прям выплевывает его из себя В лучшем смысле этого слова Итак, дорогие друзья Мы взяли с вами несколько кусочков Что мы можем сказать про Декстера Человек достаточно улыбчивый Но никого не любит Потому что у него вроде как оскал-то есть Но он остается оскалом И никак не улыбкой Второй момент Звуки в основном кричащие, форсированные Никакой вибрации нету Динамика практически отсутствует Да, все звуки ровные Открывают буквы Э и буквы А Имеют свою характерную и краткую Да, которые закрывают постоянно Что еще можно сказать Не столько это бокал, сколько декламация Да, по нотам Хотя длинные некоторые звуки Оформляет именно бокальные позиции И получается достаточно красиво Что скажу вам Вот так же, как и Blink-182 И сам Фоти Ван Это были группы, которые формировали Вот это панк-направление Да, определенный скейт-панк Такой и вот это отсутствие Вот обратите внимание Послушайте еще всяких ребят Которые же позже были Вот И вы наоборот Не услышите у них Ни одной нотки с вибрато Это очень интересно Вы услышите у них Вот эти открытые звуки Вперед идущие Прямые И достаточно четкие А еще один очень важный момент Что по нотам Падает совершенно замечательно Фразировка у него Панковская Прямая Вот Что вам хочу сказать Сделала вывод для себя Что Не стоит навешивать на людей ярлыки Да, потому что действительно Я когда Узнала, что у него татуировок Я думаю Боже мой А ведь у меня же мозг Он прям рисовал его фотографии Вот с этими татухами На самом деле И без единой Татуировки И без алкоголя И наркотиков Можно делать совершенно потрясную музыку И раскачивать поколение В течение 35 лет Чего еще и мужа и желают Да, и команде Офф Спринг Которые вот Я не знаю, сейчас дают На концерт или нет Но если нет То пусть обязательно дают Потому что Такие старушки Как я С удовольствием Нацепят вот такие Штаны клетчатые Оден в футболку Рамоса А между прочим Именно этой группой Вдохновлялся Декстер Когда Создавал свою И пойду к ним На концерт Вспомнить Понимаете Лучшие годы Своей жизни С вами была Вера и Фокс Подписывайтесь Лайки Репосты И конечно Множество ваших комментариев Дадут мне вдохновение Делать еще больше программ В нашем стиле Пока Субтитры создавал DimaTorzok